Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, возвращаемся на финансовые рынки и разбираем события фундаментального характера, повлиявшие на движение динамико-финансовых инструментов. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, я позволю даже сделать заявление, что первое полугодие 2019 года стало для нас просто фееричным, поскольку по большинству финансовых активов мы уже сделали не раз цель. По тем, по которым еще не достигли целевых ориентиров, мы уже фактически очень плотно к ним подбираемся и остается немного. Если экономическая конъюнтура будет развиваться в таком же ключе и дальше, я делаю отдельный акцент на ситуацию с европейской валютой, то в конце концов мы достигнем и по евро-доллару нашего целевого ориентира, который значится на отметке 1.10. Что касается основных тем, с учетом той динамики, которую мы наблюдаем по британской валюте, я тоже считаю, что мы, возможно, сейчас можем уже локально, по крайней мере в рамках недели, сделать даже больше акцент на то, что происходит с фунтом, без оглядки на риски геополитики ближневосточного характера и отношений США и Китая. Хотя, если все-таки обратиться к этой теме, я хочу отметить, что вчерашний обвал рынка черного золота мог быть связан с идеей и предположением того, что торговые споры США и Китая уже фактически на грани того, чтобы перерасти в технологическую холодную войну. Это, конечно же, страшно, друзья. Но, судя по тому, как развиваются отношения, как агрессивно настроены США, я думаю, что мы смело можем ставить крест на дальнейших переговорах, возможности того, чтобы к ним вернуться и говорить о как минимум полноценной торговой войне. Совсем чуть-чуть остается до начала июня. Я думаю, что первая половина, даже, скажем, декады июня будет крайне интересной, поскольку мы ожидаем вступления в силу действия пошлин Китая на американские товары, ждем ответных тут же действий и мер со стороны США. Это, безусловно, станет еще одним витком роста глобальной напряженности и снова заставит, может быть, даже еще более активно говорить о идее глобального экономического спада со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если мы посмотрим на то, что происходит на рынке нефти, мы были правы, что не нужно было покупать бренды WTI, нужно было видеть риск замедления мировой экономики, который, разумеется, логичным образом отражается на спросе и на сырье. Поэтому котировки пошли вниз, эти риски никуда не делись. Ближневосточный фон, он присутствует, но мы видим, что он не настолько мощный, как опасения за перспективы роста мировой экономики из-за того, что творит США. Поэтому лог вчерашнего дня 65-91, я признаюсь, друзья, даже в самом лучшем раскладе, будучи продавцом черного золота, не допускал, что мы можем так лихо пролить таких значений. Но, судя по тому, как активно нефть снижается, я думаю, что мы сейчас можем замахнуться на тест поддержки 65, а потом, наверное, снова нужно будет выходить из оппозиции, потому что все сложилось как нельзя лучше и, скорее всего, сложится. И попробовать, как говорят трейдеры, посидеть на заборе, понаблюдать, как же будут обстоять дела дальше. Поэтому по рынку черного золота, конечно же, селл о приоритете, тем более нам поддержку оказывает еще и статистика по запасам нефти США и роста объема нефтедобычи. О факторах поддержки мы пока не говорим и не будем их сознательно и, скажем, какой-то необходимости сейчас никому не нужно искать. Доллар иена 109.55. Мы снова ниже планки 110. Вчера американская валюта стала валиться, в принципе, параллельно с тем, что происходило на рынке рисковых активов, нефтянки, евро, фунта. То есть это отражает общий бегство инвесторов из риска и полученный спрос на защитные инструменты. Иена вчера воспряла духом. Я думаю, что это, опять же, связано с тем, что Майкл Помпео сделал заявление. Напоминаю, что это бывший руководитель Центрального разведывательного управления ЦРУ США и сейчас гость секретарь о том, что заявление Китая представляет самую настоящую угрозу нацбезопасности. После этого как раз заговорили о технологической холодной войне. То есть поставлена точка в возможности переговора. Как я уже отметил, друзья, я настоятельно рекомендую оптимистам из вас, которые считают, что вот-вот произойдет что-то прорывное дальше и США и Китай снова рассмотрят возможные очередные встречи. Пока нет ни единого шанса. На это, друзья, если вы хотите заработать на текущем новостном фоне, ставьте на укрепление защитных активов. В частности, американская валюта вчера еще просела и после выхода слабых данных по индексу PMI в производственном секторе, который снился до 56, чуть-чуть еще и вообще будем ниже 50. Это еще один сигнал рецессии, минимум стагнации. Индекс активности в сфере услуг также в минусе. Евро, доллар, отдельная история 1.11.80, лоу 1.11.06. Мы все ближе, друзья, к цели 1.10. Отчеты, на которые я заранее делал ставку, это слабая статистика, индекс активности в производственном секторе, индекс активности в сфере услуг, ИФО, оценка текущих экономических условий, бизнес оптимизма, активность в производственном секторе не только Германии и Еврозоны. Посмотрите на все эти показатели, а лучше, друзья, построите графики в экономических календарях, вы убедитесь в том, что там исключительно нисходящий тренд. А значит, мы ждем, ну я жду с нетерпением заседания Европейского Центрального Банка и, надеюсь, в этот раз мы получим детализированную картину будущих операций ТЛТРО. Неважно, в каких объемах, неважно, на какие сроки, важно, что это сверхагрессивная мера экономического стимулирования, и Евро в связи с этим должен терять. Фонд против доллара 1.2659. Я уверен, что снижение британской валюты продолжится и дальше, поскольку мы вернулись к тематике Брекзита, увидели очевидный конфликт между оппозицией и партией власти. Давайте говорим о том, что есть ли голосование по очередное голосование законопроекта Брекзита об условиях выхода из состава Европейского Союза. Четвертый уже подряд состоится в начале июня. Сейчас я даже не буду браться, комментировать, будет оно или нет, потому что я вчера был еще уверен, что мы ждем его примерно с 3 по 8 июня. Но вот есть новости также о том, что Тереза Мэй, понимая, что шансов нету, решила, собственно, его не проводить. Но давайте пока поработаем с ожиданиями того, что, возможно, оно состоится. И параллельно сразу же прокомментируем, что если оно пройдет, конечно же, оно ни к чему не приведет, поскольку лейбористы, как уже было отмечено Джереми Корбином, будут голосовать против этого законопроекта, будут голосовать против фортификации соглашения о выходе из состава ЕС. Шансов у Терезы Мэй протащить согласованную сделку ранее, согласованную с Брюсселем, нету никаких. Она понимает то, что нет поддержки и среди однопартийцев. Таймс вчера выпустил очень интересную статью, где отмечено, что из-за такой очевидной конфронтации непосредственно в партии власти Терезы Мэй, скорее всего, сообщит об отставке. И, друзья, самое важное, произойти это может уже сегодня. То есть в этой статье значилась дата текущая пятница. Давайте посмотрим. Не будем недооценивать риски волатильности. Это не нужно. И сделаем акцент на то, что, в конце концов, фунт сегодня может завершить неделю так же лихо, как, в принципе, ее и начал. Но в целом я рекомендую придерживаться именно коротких позиций. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.